Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы — учитель Перри Стоун. Добро пожаловать на фестиваль Манны. Мы помним, что человек по имени Иоанн был одним из 12 апостолов Иисуса Христа. По словам одного из ранних отцов церкви, Иоанна поместили в чан с кипящим маслом, чтобы он сварился там и погиб, но он выжил. Затем император Домициан, гнавший христиан, отправил Иоанна на остров Патмос в Эгейском море. На этом одиноком каменистом острове содержали самых злостных политических заключенных. Вероятно, Домициан считал, что Иоанн там и умрет, потому что ему было больше 90 лет. Он был самым старшим из оставшихся апостолов. Иоанна отвезли на Патмос примерно в 95 году. Наверняка Домициан считал, что Иоанн там и умрет. Но вместо этого, пока Иоанн находился на острове, Дух Святой осенил его и дал ему сверхъестественное видение, которое известно нам сегодня как книга Откровения. По-гречески «апокалупсис» — это обнаружение чего-то сокрытого. Поэтому на греческом эта книга называется «Апокалупсис». Сегодня в ней 22 главы, но изначально она, конечно же, была записана на одном длинном свитке. Если вы читали книгу «Апокалупсис», в ней много символов. Дракон, агнец, женщина со схватками. Много лет назад я путешествовал по Риму в Италии. Там я остановился в отеле. Как-то раз мы вышли пообедать и быстро вернулись. И тут на меня вдруг сошло вдохновение Господа. Потому что я часто спрашивал, почему он наполнил книгу Откровения символизмом. Дух Господа проговорил ко мне и сказал, «Если бы я просто сообщил Иоанну все подробности, как, к примеру, в 17 и 18 главе, где сказано о тайне разрушения Вавилона огнем за один час, или сказал бы, что однажды Рим будет разрушен, тогда власти посчитали бы эту книгу враждебной по отношению к Римской империи. Нерон уже поджег Рим, из-за чего сгорело семь восьмых Большого Церковь. Апостол Павел был обезглавлен, поскольку его обвинили в этом поджоге. В этом случае римские власти никогда бы не позволили Иоанну выехать с острова со свитком Апокалипсиса, если бы Бог не утаил ее в символизме. По этой причине книга полна символов. Бог сделал это, чтобы сокрыть определенные вещи во дни Иоанна и уберечь книгу. Итак, вот в чем вопрос. Как человек, живший 1900 лет тому назад, сумел записать увиденные события, которые произойдут несколько тысяч лет спустя? Как он запомнил их и сумел рассказать нам о них? В книге Апокалипсис есть несколько очень странных стихов. К примеру, девятая глава. В ней открывается бездна. Демонические духи, которые, однако, названы саранчой, имеют странную внешность, заселяют часть Земли и какое-то время мучают человечество. Современные интерпретаторы говорят, что это могут быть подземные военные силы. Либо это вид военных вертолетов, которые будут изобретены и раскрашены под саранчу. Однажды кто-то прислал мне по интернету картинку с таким вертолетом. И он действительно выглядел как саранча. Для меня это было странно. В следующие несколько минут я хочу немного углубиться в историю, а затем дойти до нашего времени и поделиться с вами своими мыслями. Ну что же, мы вернемся во времена первого века. Нужно понять, что во времена двенадцати апостолов, вплоть до смерти Иоанна, в сотом году нашей эры, большинство людей в церкви первого века верили, что Иисус, Мессия, может вернуться при их жизни. Частично причиной тому были слава Иисуса, записанные в последней главе Евангелия от Иоанна. Там, где он сказал, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Даже Иоанн, написавший Евангелие, отметил, что среди апостолов ходили слухи, будто он не умрет, не увидев возвращения Господа. Но Иисус не говорил, что Иоанн не умрет. Он лишь спросил у Петра, что ему до того, будет ли этот человек во время пришествия. Так вот, с 33 по сотый год нашей эры, церковь первого века была уверена, что гонение Нерона, императора Домициана и остальных императоров напрямую указывали на то, что близится время скорого возвращения Господа. После смерти Иоанна, которая, по утверждению ученых, произошла около сотого года нашей эры, теологическое мышление верующих Второго и Третьего веков, стало меняться. У меня есть все труды отцов церкви тех времен, огромные тома их трудов, не только в интернете, но и в виде обычных книг. Во время смерти апостола Иоанна, что-то начало меняться. Все началось с Нерона, затем был Домициан, затем еще восемь императоров. Все они в течение нескольких сотен лет устраивали жесточайшие гонения. Они убивали людей, обезглавливали их, арестовывали. Они всячески преследовали любого верующего человека. Начиная примерно с сотого года нашей эры и вплоть до четвертого века и времени правления императора Константина шли великие гонения. Верующие Второго и Третьего века стали учить о вероятном появлении Антихриста, который организует свое царство. Примерно в то время, когда в 476 году нашей эры рухнула западная часть Римской империи, было замечено, что 10 племен переехали в Италию, в ту ее часть, которую мы называем Западной Римской империей. Появилась идея, могут ли эти 10 племен быть 10 царями, о которых упоминается и в книге пророка Даниила, и в апокалипсисе апостола Иоанна с 33 года нашей эры до сотого года нашей эры. Теологическое мышление считало, Христос может прийти в любой момент. Мессия может появиться внезапно. Мы живем в последнее время. Вы видите это даже в Новом Завете. Затем эта мысль стала меняться на идею о скорбях, антихристе и гонениях. Затем, примерно в пятом веке, произошел новый виток. В первом веке люди ожидали возвращения Господа. Во втором, третьем и четвертом веках шли жестокие гонения на верующих, которые стали учить, что Римская империя — это система зверя. И потому она разделилась на Запад и Восток. Люди думали только о гонениях. Ничего не происходило, пока не начались десять гонений верующих. Вы можете прочитать о них в истории Римской империи в первую пару сотен лет. Затем императором Рима стал Константин Великий. Не буду рассказывать, как он уверовал, однако после этого он прекратил гонения на христиан и сделал христианство с законной религией Римской империи. После этих событий теология церкви снова начала меняться. Она отошла от мысли о том, что Господь может вернуться в любой момент. Прошло несколько лет гонений с мыслями о скором появлении Антихриста и скорбях. Затем, когда гонения прекратились, церковь стала думать, что Царство Божие пришло на землю через церковь. С 15 или где-то 16 веков в Римской церкви стала царить мысль, что Папа был наместником Христа и представлял его на земле. А церковь была царством на земле, и она должна была утвердить свое царство во всей Европе и во всем мире. Если вспомнить историю, в Риме появился Папа, а также кардиналы и епископы. Они стали брать верх над царствами и царями. Они стали вершить историю, определяя, кто будет царем и правителем в разных частях Европы. Идея была в том, что церковь — это царство. Израиль, как нация, тогда еще не существовал. Поэтому он не фигурировал в истории. Сегодня это называется теологией царства или теологией доминирования. Такой период времени тоже прошел. Все вновь стало меняться, когда византийцы, которые были христианской империей на Востоке, захватили власть после того, как пал Рим на Западе. Тысячу лет византийцы руководили большей частью Среднего Востока и Восточной Европы. Византия сегодня — это Константинополь и Турция. Они чеканили и пускали в оборот свои монеты. Руины византийских церквей можно найти на Святой Земле почти везде, где происходили основные библейские события. Итак, Византийская империя просуществовала тысячу лет, вплоть до 15 века. А затем на территорию, которая сейчас известна как Турция, пришел ислам. В библейские времена Турцию называли Малой Азией. Мусульмане стали править в Константинополе, который сегодня известен нам как Стамбул. Сформировалась империя, которую называли Османской империей. Она контролировала три нации и 27 провинций. Какое-то время она контролировала и Иерусалим. В 1517 году турки пришли в Иерусалим и построили заново большую часть верхних стен старого города. Этот процесс занял много лет, так что большая часть верхних частей старых стен Иерусалима была восстановлена турками. Это значит, что во времена Христа их еще не было. Помните, что этот город пережил воины-крестоносцы, мусульман и прочих народностей. 400 лет спустя, в 1947 году Эдмунд Аленби приехал в Иерусалим и освободил его от турок. Позже западная часть Иерусалима стала принадлежать Израилю. На этом этапе мы и остановимся. Это часть пророческой истории, начиная с первого века и почти до нынешнего дня. И вот какие вопросы я хочу вам задать. Как воспринимались такие стихи о возвращении Иисуса во дни Иоанна и в наше время? Книга Откровения, первая глава, седьмой стих. Узрит его всякое око. Как это было бы возможно во дни Иоанна, когда народ был рассеян по земле по разным империям? Как всякое око могло узреть Господа? В Откровении, 13 главе, в 16 стихе сказано, всем положено будет начертание на правую руку их или на чело их и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Как это могло быть возможным во времена апостола Иоанна? Третье. Откровение, 18 глава, 10 стих. Великий город Вавилон, ибо в один час пришел суд твой. Во времена Иоанна все города строились из камней. И если бы вы совершили поджог, то для того, чтобы огонь охватил город, потребовалось бы несколько дней. Проще было разбивать камни. Именно так и сделали римляне, разрушая храм в Иерусалиме. Историки говорят, что после того, как Нерон поджег большой цирк, тот горел семь дней. По разным данным, он горел несколько дней, шесть или семь. Здесь сказано, что город будет разрушен за один час. Вопрос в том, как это могло быть возможным во дни Иоанна. А вот еще вопрос. Откровение, 8 глава, 7 стих. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Как это могло быть возможным во дни Иоанна? Откровение, 16 глава, 12 стих. Река Ифрат, которая является границей между Ираком и Ираном, высохла. Как это могло случиться во дни Иоанна? Далее, 1 стих и 2 говорят о том, что на храмовой горе в будущем будет стоять храм. Как это могло быть, если храм был под контролем Ислама? У меня нет столько времени, чтобы ответить на все эти вопросы. Но я хочу подчеркнуть для вас несколько моментов, чтобы вы поразмышляли и осмыслили их. Пожалуй, начнем с Откровения 1 главы, 7 стиха. Чтобы каждое око увидело Господа, должна появиться технология, по которой разные народы мира могли бы видеть что-то одновременно. Единственный возможный способ это не только спутниковое телевидение. Как вы знаете, сегодня у нас есть и Фейсбук, и Скайп. Если связь хорошая, я могу поговорить с людьми, которые остались дома, и показать им видео со своего телефона. Сегодня технологии меняются каждые три месяца. Уже появились дроны размером с пчелу, которые способны делать фотографии. Это не слухи, не выдумка. Технологии меняются до такой степени, что каждое око во всем мире сможет увидеть возвращение Иисуса. Об этом говорит Откровение 19 глава и книга Захарии 14. Понадобится всего лишь камера, соединенная со спутником и современные технологии. Эти технологии позволят каждому глазу увидеть возвращение Иисуса. Это был пункт номер один. Пункт второй, Откровение 13 глава. Как каждый человек сможет получить начертание на лоб или руку. Как это можно было осуществить в одни иоанна. Каждый человек получит знак. Вы что, шутите? И вот что я вам скажу. Это очень важно. Сегодня появились компьютеры, специальные татуировки и специальные чипы, которые можно встроить в руку. Это уже стало реальностью. Вы можете сканировать руку и пройти в дверь. Можете сканировать руку и зайти в свой дом с определенным типом чипа. Можно даже совершать банковские операции. Раньше люди делали татуировки, которые видели все. Сегодня можно сделать на руке невидимую татуировку и подставлять ее под сканер. Приближается время, когда нельзя будет ни покупать, не продавать. Задумайтесь. Об этом было сказано 19 столетий назад. Как мог человек 19 столетий назад написать о такой глобальной экономической ситуации, когда нельзя будет ни продавать, ни покупать без числа? У всех есть числа. У вас есть номер страховки, номер телефона, адрес, число на обороте вашей кредитной карты, все оперируют числами. Сегодня людей узнают уже не по именам, а по числам. Если вы поедете в один из тематических парков США, вам дадут карту. Вы положите руку на сканер, который считает отпечатки ваших пальцев. Эти отпечатки будут преобразованы в номер на вашей карте. Таким образом, вы просто сканируете карту, и система узнает, кто вы, когда вы входите в парк, и когда используете свою карту. Это делается в целях безопасности. Дамы и господа, мы первое поколение, которое стало свидетелем этих событий. Ни одно поколение до нас такого не видело. Что я хочу сказать? Возьмем пример города, который будет разрушен за один час. В 48 году, или в 30-х годах прошлого века, такое было невозможно. однако США использовали ядерное оружие в двух городах Японии, и меньше чем за час город был полностью уничтожен. Что я хочу сказать? Я могу разъяснить все эти местописания. Взять, к примеру, Ефрат. Как он может высыпаться? Турки контролируют дамбы, которые соединены с рекой Ефрат и могут регулировать уровень воды. Читая предсказания Ветхого и Нового Завета, люди порой говорят, это было написано много лет назад человеком, который жил на острове и не знал, что говорит. Но если начать изучать их подробно, то в 21 веке эти стихи звучат совершенно осмысленно. Человек, живший 19 столетий назад, увидел события, которые будут происходить в 21 веке. И вот что это значит для меня и должно означать для вас. Когда вы открываете Библию и читаете ее, она вдохновлена самим Богом. Тора вдохновлена Богом, книги пророков вдохновлены Богом, даже апостолы, которые записывали предсказания в Новом Завете были вдохновлены Богом. Я вдохновляю вас начать изучать пророческую сторону Слова Божьего. Это заранее записанные Богом новости. Вы знали, что тысячи лет назад Бог уже предсказал, что Израиль снова станет народом. Тысячи лет назад Он предсказал, что Иерусалим станет столицей Израиля в последнее время. Тысячи лет назад Он предсказал, что еврейский народ вернется в этот город из всех народов земли. Вы не можете отрицать, что пророки, которые теперь вы достигли этого времени и видите, как происходят эти события. Не было такого народа на земле, который однажды потерял свою землю, свой город, язык и был рассеян, а затем спустя тысячу лет воссоединился в том же городе с тем же народом и тем же языком. Такого никогда не было. Однако всемогущий Бог сказал, что это произойдет. Я вдохновляю вас верить всем своим сердцем, что все эти вещи истинны и реальны. Поэтому я решил приехать в Иерусалим и поделиться с вами тем, что апокалипсис вполне имеет смысл в нашем веке. Большинство из тех, кто регулярно смотрит нашу программу, знает, что мы выпускаем новое предложение для жителей США, чтобы мы могли продолжать вещание по всему миру. Ребята из США, вы помогаете нам транслировать программу всем народам на всех континентах, включая Россию, Украину, Израиль и Орданию, всем тем народам, которым вы, возможно, не можете послужить в одиночку, но вы помогаете нам делать все это. Поэтому оставайтесь с нами и смотрите, какие конференции ожидают нас впереди. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Он грядет. Мир не знает о его пришествии и опасностях его правления. Некоторые ранние отцы церкви считали, что этим человеком станет император Нерон, когда воскреснет из мертвых. Из-за некоторых мест писания некоторые греческие ученые называли Иуду Искариота, сыном предательства и считали, что он воскреснет из подземного мира, чтобы стать одержимым бесами человеком, который приведет мир к войнам и отчуждению. Другие знают, что определенные библейские стихи предсказывали появление Гитлера и потому считали его антихристом. На этом DVD-диске «Жив ли сейчас антихрист?» переуглубляется в историю ранней церкви и изучает предсказания и описания, чтобы представить вам точный рассказ о том, чего ожидать от антихриста и его царства. Вы узнаете об этом и многом другом. Вместе с диском в комплект входит книга Паристоуна «Восьмое царство», которая объясняет, как радикальный ислам повлияет на последнее время. Эта книга подробные выдержки из книги блокбастера «Спустить зверя с поводка». Вы прочтете о шести основных империях мира, которые расцвели и пали, и о приближении Седьмой империи, которую поглотит Исламская империя, родившаяся на Среднем Востоке. Также вы прочтете о связи между библейскими и многими исламскими предсказаниями и о том, что у них общего. Вы узнаете о возвращении духа древнего Вавилона и по-новому взглянете на знак зверя. Восьмое царство приближается, и эта книга предоставит вам удивительную информацию. Предложения ограничены по времени, особенно учитывая угрозу международного террора и вероятность ядерной войны международами. DVD-диск и книга доступны в течение короткого времени. Они могут стать вашими за пожертвования в 30 или более долларов. Вы можете заказать этот комплект по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Также вы можете написать нам по почтовому адресу, который также указан на экране, сделав отметку предложения ЕК-127. Приобрести эту книгу или заказать ее вы можете на нашем сайте perrystone.org. Это сильный пророческий инструмент. Время выявить и объяснить восьмое царство, ведь оно уже наступило. С нетерпением ждем ваших заявок. Вы смотрите новые выпуски программ из Израиля, которые были отсняты за последнее время. В последующие несколько недель или даже месяцев каждая программа будет абсолютно новой. Расскажите кому-нибудь о нашей программе и пригласите присоединиться посмотреть ее. Вы узнаете много нового. Мы записывали программы в новых местах, где никогда не снимали раньше. Это новые пейзажи, города, стены, руины. К примеру, город Петра в Иордании. Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы хотим, чтобы вы это увидели. Также не забывайте о нашем новом предложении, которое содержит в себе много библейских предсказаний. Изучайте Слово Божие вместе со мной в этом новом предложении. Теперь поделюсь с вами нашим расписанием. 4 апреля мы едем в церковь Место Исцеления в Батон Руш только на один день. Затем в воскресенье 22 апреля мы будем в церкви воскресенье и жизнь. У нас запланировано много встреч. Надеюсь, что вы увидите объявление, придете и станете частью того, что делает Бог. Говоря о том, что делает Бог, я хочу сказать, что мы благословлены возможностью делиться информацией от людей, которые работают в разных частях мира. Некоторые занимают очень важные посты. У нас была возможность получить информацию, о которой не рассказывают средства массовой информации. Ничего секретного, просто эту информацию не обсуждают. Мы можем связать эту информацию с тем, что говорит Писание о предстоящих событиях, в том числе о возвращении Господа. Я очень благодарен за это. Также я благодарен нашему директору по партнерству Тиффани за возможность поехать на Святую Землю. Мы смогли записать видео длительностью от 2 до 60 минут в каждом уголке Израиля. Если вы наш партнер, вы увидели все места, которые мы посетили. Возможно, это самое обсуждаемое событие за всю историю нашего служения. Порой проповедую, я затягиваю свои послания и служения, потому что за 70 минут стараюсь рассказать максимально много. На этих видео один отрывок, одна фраза, одно местописание, изучение одного слова, которое попадает в ваше сердце и дух, а затем начинает гореть в вашем сердце и духе. Поэтому мы благодарны за возможность, за технологии, которые дают возможность нести вам Слово Божие. Также хочу поприветствовать студентов библейской школы ISO со всего мира. Вы получите все эти курсы и сможете изучить их. Спасибо вам, да благословит вас Бог. Я получаю от вас потрясающие отклики. Вы пишете, я узнал то, чего никогда не знал, хотя долго изучал эту тему. Спасибо вам. Я благодарю Бога за вас. Мы верим, что международная школа ISO однажды достигнет буквально всех народов мира и поможет обучать пасторов, евангелистов, проповедников, учителей, апостолов для служения последнего времени. Это будет удивительное время. Я вернусь через неделю благословений вам. Вы не сможете одолеть Бога, не сможете Его пересилить или победить. Если вы христианин, тогда скажите Иисус. Он защитник каждого христианина. Пока мы, народ Божий, здесь, Бог не закончил работу с этим народом. Мы призваны ходатайствовать за этот народ. Нам нужно стоять на коленях, пока эта кровавая война не прекратится. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Продолжение следует... Продолжение следует...